МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. Не выполнили условия контракта. Компания НССА, которая стала победителем электронного аукциона по выполнению санитарных рейсов на территории Ненинского округа, не вылетели на помощь больному. Без 2% столбойная кампания в Ненинском округе выполнена на 98%. Заготовлено более тысячи тонн мяса. В нашем эфире репортаж о доставке мяса в окружную столицу. Близится к концу. Конкурс молодые профессионалы, который продолжался в регионе всю неделю, подходит к завершению. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. На прививку запишись в Ненинском округе возобновили прием заявлений на прививки от COVID-19. В регион поступила дополнительная партия гам-ковид-вак, порядка тысячи доз. Как сообщили в профильном ведомстве, запись на вакцинацию возобновлена в связи с тем, что в регион поступила дополнительная партия вакцины. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале госуслуг. Запись на вакцинацию мы отложили в связи с тем, что по состоянию на конец прошлой недели мы использовали все вакцины, которые были доставлены в округ в декабре месяце. Так как у нас вакцина поступила только с сегодняшнего дня, в три часа она приходится, и запись на вакцинацию будет открыта для жителей поселка Искатели и городной Римар. Напомним, массовая вакцинация в Ненинском округе началась в декабре прошлого года. За это время прививку от коронавируса сделали более 500 жителей округа. Полностью привелись. Завершили второй этап вакцинации 355 человек. Сейчас в регион доставлено еще порядка тысячи доз вакцины. Они будут маленькими партиями. Первая партия составляет тысячу доз. Поэтому мы сейчас начинаем отрабатывать всех граждан, которые были записаны заранее, кто не смог вакцинироваться в установленное время, согласно записи своей. И дальше будем продолжать эту вакцинацию, в том числе и сельской лице. По информации Управления Роспотребнадзора по Ненинскому автономному округу, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших – жители Нарьинмара, Искатели и Красного. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 898 подтвержденных случаев. На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 62 пациента, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 14 человек. Находятся на амбулаторном лечении 48 человек. Прилетит ли вертолет? Национальная служба санитарной авиации не выполняет условия контракта по выполнению санрейсов на территории Ненинского округа. Ранее дочерняя компания госкорпорации «Ростех» стала победителем электронного аукциона. В окружной больнице уже подготовили и направили НССА претензии. Тему продолжит Алина Ваучейская. Эти кадры были сняты в июле 2020-го. Вертолет с медиками на борту мчит в район Тиманской тундры. Место стоянки кочевников нашли довольно быстро. Экипажи опытные и хорошо знают местность. Впрочем, проводника из числа местных жителей все же привлекли. Команда медиков санитарной авиации и экипажи Наринмарского объединенного авиаотряда эвакуирует оленевода из Тиманской тундры. Ему срочно потребовалась госпитализация. Первую помощь оказывают прямо в полете. Десятки лет санитарные рейсы выполнялись Наринмарским объединенным авиаотрядом. В 2021-м электронное аукционное оказание услуг выиграла Национальная служба санитарной авиации. Дочка госкорпорации Ростех. Государственный контракт был подписан 27 января. С этого дня компания должна была приступить к полетам на территории Ненецкого округа. Впрочем, этого не случилось. 27-го в тот же день нам поступило две заявки. Это район Канин-Носовоинская часть и на Пашульское месторождение, где произошла чрезвычайная ситуация. Там один погибший и один тяжело раненый. И 28-го рано утром у нас поступила заявка с поселка Индики, что там находится тяжелый больной. Мы через диспетчера НССА передали три заявки на полет, но, к сожалению, нам борт не был предоставлен. Эти заявки НССА со своей стороны не исполнил. Госконтракт они со своей стороны не исполнили. В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в зимнее время санитарный борт должен вылететь к больному в течение часа. Поэтому медики приняли решение обратиться за помощью к Нарьинмарскому объединенному авиаотряду. Экипажи окружного авиапредприятия санзадание выполнили. Мы понимаем, что округ у нас по численности маленький, а по протяженности километр очень большой. То есть одно санзадание это может быть 5-6 часов. Если в это время поступает другое санзадание, стоять перед выбором, кому оказать в первую очередь помощь, мы не привыкли. При поступлении дополнительного мы дополнительный вертолет, выделяем дополнительный экипаж для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье нашего населения. По всем неисполненным случаям вылета, Ненецкой окружной больницей были выставлены претензии. Сейчас мы ведем дальнейшую работу по урегулированию данной ситуации. Мы направили письмо в НСА с предложениями расторганных госконтрактов, но ждем от них ответа. Мы также пытались связаться с представителями Национальной службы санитарной авиации, но дозвониться не смогли. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал Север. Первое в этом году заседание постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической политике и бюджету началось с обсуждения экономической составляющей содержания зимника в 2021 году в связи с его поздним открытием. Потому что в своевременный полный объем были выделены деньги, это где-то 77 миллионов на этот год. И возникает много вопросов у наших жителей. Отсутствие достаточного снежного покрова в тундре помешало подрядчику предприятию из республики Коми открыть зимнюю дорогу, связывающую округ с большой землей в установленные сроки. Соответственно, средства, предусмотренные в контракте на содержание зимника, по мнению депутатов, должны быть уменьшены. На содержание зимника в окружном бюджете предусмотрено 63 миллиона рублей. На обустройство сумма гораздо меньше – порядка 14 миллионов. Как пояснил на комиссии представитель профильного департамента, все работы по обустройству и содержанию зимней дороги принимаются на основании соответствующих актов. И действительно, затраты на содержание зимника в 2021 году снизятся. Также на комиссии депутаты рассмотрели вопрос о приведении окружного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным. В федеральном законе были внесены уже после принятия нашего закона практически 24 изменения. И также мы приводим в соответствие вот этот закон, очень нужный, необходимый для наших предпринимателей. Утверждая план законотворческой деятельности, на текущий год депутаты подвели итоги работы за 2020 год. Хочу отметить, что на самом деле в прошлом году считаю, что комиссия работала достаточно плодотворно. Из 82 вопросов, которые были приняты из законопроекта, были рассмотрены 30 на комиссии по бюджету и экономической политике. Было проведено 21 заседание. И основное это, конечно, рассмотрение вопросов по бюджету. В прошлом году парламент внес изменения в законном бюджетном процессе. Бюджет на 2021 год и последующие периоды будет рассматриваться по новой системе. Мы несколько изменили подход и рассмотрение бюджета непосредственно. Депутаты уже с нулевого чтения вместе с департаментами рассматривали на площадке администрации. Затем, значит, все профильные комиссии рассматривали у себя. Были вынесены рекомендации, которые рассмотрены на депутатских слушаниях. Часть рекомендаций оставлены для работы в комиссиях. И часть была принята непосредственно уже предложение, рекомендации, которые оставлены были на депутатских слушаниях, были приняты уже в бюджете. Одним из главных вопросов, которые остаются на контроле депутатов, реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, принятого по итогам проведения Дня Ненецкого автономного округа в Совете Федерации в январе 2020 года. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Жители Ненецкого округа смогут принять участие в обсуждении проекта пешеходного туристического маршрута по столице Ненецкого автономного округа. Накануне Центр развития бизнеса совместно с участниками туристического кластера представил проект сотрудникам музейного объединения, главе Нарьинмара, окружным и городским депутатам. Александра Литкова продолжит тему. Более 16 тысяч туристов посетили Ненецкий округ в 2020 году. Это позволило региону подняться на две строчки выше в национальном туристическом рейтинге с 85-го на 83-е место. Что, впрочем, неудивительно. Работа по привлечению гостей в округ в последние годы ведется активно. Путешественников привлекает экзотика и необычные красоты Крайнего Севера. Тундра, оленеводческие стойбища, северное сияние. Вскоре туристический маршрут появится и в окружной столице. Сегодня мы представляем комплексный проект, направленный на развитие туризма и повышение туристической привлекательности столицы Ненецкого автономного округа. Это туристический маршрут по городу Нарьинмару. Финансирование мероприятия осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках государственной программы развития предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе. Как отметила директор Центра развития бизнеса Ненецкого округа Ирина Тихомирова, в Нарьинмаре нет крупных исторических объектов, но при этом отличительной чертой столицы региона является то, что большинство зданий имеют народные названия, такие как «Бутерброд» или «Красная шапочка», что стало одной из основ проекта туристического маршрута. Мы максимально использовали в маршруте прохождение через исторические объекты, объекты инфраструктуры туризма и непосредственно посетить те дома, которые с народными названиями. По протяжении маршрута предлагается использовать специализированные арт-объекты. Планируется, что арт-объекты будут выполнены в виде домиков, скамеек с подсветкой в форме букв Н, А и О. Кроме арт-объектов, сделать центр города более привлекательным помогут тематические граффити на фасадах домов с народными названиями, а также зоны отдыха на придомовых территориях. У нас есть вот эта улица, где есть подсветки и скамеечки. Но история «Титаника», она как бы хочет ее еще дальше обиграть, помимо граффити, сбоку дома. И если бы использовать, пусть не во всю длину, а часть, вот именно посадочная зона в виде дрифующих регин. Напомню, проект пешего туристического маршрута по Нарьенмару стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в конце прошлого года и получил грант на реализацию в размере полутора миллионов рублей. В этом году за счет средств гранта планируется реализовать часть проекта, а именно установить информационные стенды и нанести граффити на трансформаторные насосные подстанции в районе дома «Титаник». В проект планируется влечь также активную молодежь Ненецко-автономного округа, чтобы максимально интересно его реализовать. Добавлю, итоговая презентация проекта будет представлена после доработки и обсуждения с жителями региона. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Убойная кампания в Ненецком округе выполнена на 98%. Об этом сообщили в профильном департаменте. На сегодняшний день уже заготовлено порядка 1187 тонн мяса. В плановом режиме мясо оленя вывозят с убойных пунктов воздушным транспортом в Нарьенмар. Быстрая и слаженная работа, невзирая на ледяной ветер, на борт грузового вертолета загружают последнюю партию оленины. В этом году в убойном пункте села Нижняя Пёша было заготовлено около 45 тонн мяса. Своих оленей сюда традиционно пригнали СПК Заполярье и Восход. Убойная кампания проходила нормально, всё, бригада была такая подобрана, нормальная. Вот ОМА не пригнала одну бригаду. Не забили омских полностью. Трудности были. Холодно было очень, всё замерзало кругом поначалу. Мороз был, минус 38 было, всё мерзло. Впрочем, погода не помешала процессу и в срок мясо в нужном объёме было доставлено грузовым вертолётом Ми-26 в Нарьенмар. За счёт удивительно высокой грузоподъёмности этого вертолёта, для того, чтобы перевезти заготовленное мясо из села Нижняя Пёша, требуется всего два рейса. В то время как на вертолёте Ми-8 потребовалось бы порядка 18 перелётов, что существенно повысило бы себестоимость будущей продукции. Доставили силами второго Архангельского объединённого авиаотряда последнюю партию мяса в столицу Заполярья и из посёлка Индиго. Этот вертолёт перевозит 20 тонн внутри фюзеляжа, поэтому грузоподъёмность его очень большая. Это самый большой в мире вертолёт. Перевозим мясо из сёл Ненецкого автономного округа уже больше 30 лет, наверное, уже с советских времён мясо возили. Помогаем, чем можем, поэтому план этого года мы выполним. Всё, что нужно, мы сделаем. Всего в убойной кампании принимают участие 19 крестьянско-фермерских хозяйств и семейно-родовых общин. В настоящее время закончился убой на трёх производственных объектах акционерного общества мясопродукты. Суммарно там заготовили около 150 тонн ленины. Убойная кампания у нас в этом году проходит несколько организованных, чем прошлую убойную кампанию. Мы достаточно хорошо предварительную работу провели с руководителями СПК, со всеми. Департамент организовал очень хорошее содействие, то есть взаимодействие всех предприятий. В эту убойную кампанию я, можно сказать, доволен. Качество мяса поставляемое очень хорошее. Последняя поставка мяса намечена на март. В 2021 году акционерное общество мясопродукты планирует принять 1041 тонну оленины, а также заготовить по 300 тонн говядины и свинины, что не просто обеспечит потребность населения, но и создаст около 50% запаса сверх нормы. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 28 января региональный чемпионат «Молодые профессионалы», который стартовал в регионе на этой неделе, продолжился на базе социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. По компетенциям дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес. Подробности в сюжете моей коллеги Юлии Казначеевой. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» подходит к концу. Это был завершающий день для выполнения заданий в различных компетенциях. Чемпионат подходит к завершению. Всего у нас было запланировано сегодня последний модуль. Было три модуля. В двух модулях в А и С у нас по два задания, и во втором модуле у нас одно задание. В последний соревновательный день участницы чемпионата показали гимнастику, организацию беседы и развивающую игру. Помогали к выполнению конкурсных заданий волонтеры-студентки первых курсов. Светлана решила стать воспитателем очень давно. Вспоминая свое детство, она поняла, что хочет дарить такие же приятные эмоции дошкольникам, как это делала ее воспитательница в детском саду. Это первый чемпионат именно по нашей компетенции, но теперь он будет проходить ежегодно, если будет учиться здесь такая профессия. Нас готовила наша классная руководительница. Она ведет у нас несколько методик одновременно. Сама очень долго работала в детском саду, великолепный педагог. Также впервые в этом году на чемпионате в Ненецком автономном округе появилась такая профессиональная компетенция, как физическая культура, спорт и фитнес. Участники приступили к выполнению второго конкурсного задания. Второе конкурсное задание – это привлечение людей разного возраста к здоровому образу жизни. Суть этого задания участники должны, опять же, сделать, проанализировать все данные, которые были взяты, уже позаранее взяты данные, создать шаблоны и разработать интерактивный буклет с использованием новых технологий. Здесь это у нас смарт-доска, это планшет и умные браслеты. Артем открыл завершающий день чемпионата по компетенции физкультура, спорт и фитнес. И первым приступил к выполнению второго задания. Без волнения, конечно же, не обошлось. Он поделился своими первыми впечатлениями сразу же после завершения задания. Ну, было очень сложно, я скажу. Я сильно волновался. Я думал, что у меня не получится даже. Но у меня получилось каким-то образом растянуть на 14 минут. Я не ожидал от себя такого. Чемпионат по компетенции преподавания в младших классах тоже проходит в первый раз. Поэтому как участники, так и эксперты испытывают волнение. Сегодня у них остался последний модуль, это модуль Е. Это разработка персонального сайта, учителя начальных классов, заполнение этого сайта, оформление, да. И, конечно, опять же, его демонстрация. Поэтому сегодня такая вот техническая у них работа. Ну и последний модуль, считаю, в принципе, девочки неплохо справляются. Виолетта сама разрабатывала свой личный сайт и подбирала информацию на заданную тему. Здоровый образ жизни для чемпионата, а также рассказала нам о трудностях в подготовке. Было волнение, потому что надо было как-то понятно объяснить экспертам. Например, у нас был модуль по разработке своего сайта, и мы должны были защищать свой сайт. Я, если честно, немножко непродвинутый человечек в этой области, поэтому пришлось подработать над сайтом. Все участники отнеслись к чемпионату молодых профессионалов с большим интересом. В этом году появилось много новых компетенций, поэтому волнение присутствовало не только среди конкурсантов, но и среди экспертов. Итоги чемпионата будут подведены 29 января. Награждение победителей пройдет в Дворце культуры Арктика. Юлия Казначеева, Леонид Шишелов, телеканал «Север». У меня все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Редактор субтитров А.Семкин